Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск День за днём. С вами в студии Виталий Волков. Основные темы выпуска. В ночь с воскресенья на понедельник произошли множественные порывы на сетях водопровода. В Десногорске произошла коммунальная авария. Смоленские полицейские изъяли поддельный алкоголь в особо крупном размере. Раньше для защиты детей на Руси делали обереги. Школьникам рассказали о традициях древних славян. Раним, брат, там есть сестра, они безобразные. Приходи скорее домой. Здравствуй, мамаш! Праздникам! Мамин день. Дошколята поздравили своих мам с праздником. А теперь об этих и других новостях подробнее. Минтранс предложил регионам приподнять пешеходные переходы над проезжей частью, тем самым сделав их более безопасными. Ведомство предлагает придать им вид лежачих полицейских только шире. По отметкам экспертов, в 2018 году на пешеходных переходах получили травмы 12 тысяч человек, еще 600 погибли. Рельефный пешеходный переход должен быть более заметен издалека. Несколько общественных организаций высказались в поддержку этой инициативы. Считается, что выделение пешеходных переходов или искусственных неровностей заставляет водителей снижать скорость заранее, чтобы избежать повреждений автомобиля. Десногорцы пребывают в недоумении от количества разрытых в городе ям. В некоторых домах отключили воду. Что произошло и как скоро закончатся работы, узнаете из нашего сюжета. 18 ноября в районе третьего микрорайона с 22.30 в аварийном порядке была отключена холодная вода. Произошло это в связи с порывами на магистральном водопроводе. Ранее аналогичная ситуация случилась в первом микрорайоне в домах 3 и 9. Число порывов было около 16. Без холодной воды остались жители 10 домов. Большинство из них подключили к водоснабжению очень противно. Это отметили и сами жители. После 19 дома я живу в 19, и там разрыта. Но там сразу даже ночью работали. И сразу на утро дали воду. К пятнице 23 ноября оставались отключенными от водоснабжения только два дома. Это общежития 7А и 12А в первом микрорайоне. Работу там завершили к обеду. Но еще предстоит разобраться с остальными дефектами. Мы планируем завершить их на следующей неделе. В течение недели порывов много, работ много. Работаем мы в две смены. Техники хватает. В принципе, помощь других организаций при необходимости нам оказывается. Ситуация находится на личном контроле Вячеслава Сиденкова. Ирина Нурматова, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В Госдуме предложили ужесточить получение лицензии на оружие. Законопроект вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного оружия для лиц от 18 до 21 года. Речь идет о тех, кто не служил в армии и для кого охота не является традиционным образом жизни. Новые требования позволят получить о них максимально полную информацию. Сотрудники ОМВД узнали, что на территории Смоленска незаконно хранят и сбывают алкогольную продукцию. Сколько фальсификата могли купить смоляне, смотрите в нашем сюжете. Оперативники установили, что склад находится в промышленном районе Смоленска. Там хранилась спиртосодержащая жидкость. Во время обыска полицейские нашли свыше 2300 литров продукции, более 4000 бутылок спиртосодержащей жидкости, оклеенных федеральными специальными марками с признаками подделки. Все обнаруженное изъяли. Арендатора складского помещения 43-летнего местного жителя доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Контрафакт направлен в экспертно-криминалистический центр. Исследование показало, что в бутылках находилась спиртосодержащая жидкость нескольких видов. Они отличались микрокомпонентным составом и процентным содержанием спирта. В отношении подозреваемого следственной частью Следственного управления ОМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса производства, приобретения, хранения, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Максимальное наказание, которое грозит преступнику – лишение свободы на срок до 6 лет. В Смоленске состоялся социально-экономический форум «Территория развития». На встрече собрались представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообществ, общественных и религиозных организаций. Также присутствовали деятели науки и культуры. На форуме отметили, что на Смоленщине идут позитивные изменения. В жесткой конкурентной борьбе область заняла 31-ю позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Поднявшись сразу на 19 пунктов, регион переместился в группу преуспевающих. К тому же он вошел в число пяти самых успешных субъектов Федерации по развитию малого бизнеса. В регионе реализуются более 30 крупных инвестпроектов, что позволит создать около 8 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в 2018 году превысит 60 миллиардов рублей. В ходе конференции Алексей Островский ответил на вопросы участников форума. Темы для обсуждения могли предложить все желающие. Все народы имеют свои обычаи и традиции. В них заключена особая мудрость, которой делились с помощью мифологических сказаний. Кого почитали на Руси, рассказали школьникам в Историко-Кровеведческом музее. Подробности далее. В мифологии разных народов образ птицы встречается довольно часто. Почитали разных пташек. Одни считались добрыми, другие – злыми. Они тесно переплетались с жизнью каждого славянина, сопровождая его от самого рождения. Образы птиц часто появлялись на посуде, прялках и вышивке. Детям показали костюм древнерусской женщины, чьи рукава были похожи на крылья. Затем школьникам рассказали о каждой птице, которая имела значение для народа в отдельности. Но для начала ребятам нужно было угадать птичку по ее трели и фотографиям. Все птицы, о которых рассказали детям, участвовали в народных сказках, пословицах и прибаутках. Они помогали или мешали героям. Это показали детям на примере эпизодов сказки «Садко» и мультфильма. Для защиты детей на Руси делали игрушку-оберег в виде птички. Его обязательно нужно было создать своими руками. И взрослые показали ребятам, как их правильно делать. Кто-то сделал оберег очень быстро, кому-то требовалась помощь. Но всех ребят объединило одно – большой интерес к этому занятию. Школьники рассказали, о чем они услышали на занятии. Существуют птицы, которые стирают память, которые, наоборот, помогают. Птицы делали добро, но они помогали героям мультфильмов, сказок. И там были еще плохие, добрые птицы. Дедушка у меня, у меня сегодня день рождения исполнилось, я ему педарку хотела привезти. Также школьники рассказали, какая птица им запомнилась больше и почему. Аист. Потому что аист приносит счастье. Из-за быстроты изготовления такие поделки считаются у ребят любимыми. А сам процесс отлично развивает детскую фантазию. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила вести должность штатного психолога для учителей в российских школах. По ее словам, специалисты должны будут проводить системное обучение по работе с гиперактивными учениками, школьниками с дефицитом внимания, а также помогать педагогам решать проблемы в отношениях с подопечными. Работа с психологом должна быть включена в рабочий график учителя, чтобы не злоупотреблять его личным временем. Смоленщина присоединилась к акции «Покормите птиц». Инициатор – Национальный парк «Смоленское по озере». В областном центре за ее реализацию отвечает Смоленский зоопарк. Пернатам охотно помогают дети и взрослые, изготавляя разнообразные кормушки и регулярно пополняя их содержимое зернами подсолнечника, пшеницей и другими злаками. В первом мастер-классе по изготовлению кормушек приняли участие первоклассники 27-й Смоленской школы имени Эдуарда Хиля. Изготовленные своими руками конструкции они развесили возле своей школы и во дворах. В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Традиционно в честь мам проводят концерты, им читают стихи и дарят цветы. Наша съемочная группа выяснила, как поздравили мам в детском саду «Дюймовочка». Подробности в сюжете. Ребята готовились к утреннику несколько дней. Учили стихотворения, слова, песен, прозучивали танцевальные движения вместе с воспитателями. И вот, наконец, их собрали вместе, чтобы они могли поздравить своих мам. Я мамину туфли надену, и штойка обрежу гряну, и всем тут станет понятно, как мама тебя я люблю. В праздники задействовали и мам. Вместе с ребятами они водили хороводы. А после для них устроили испытания, за которыми с восторгом наблюдали их дети. Между играми мамы получали ласковые слова в свой адрес. Мы пришли мам поздравить, и нам это удалось. Они самые добрые и хорошие. Мы им подарили музыкальные подарки, улыбки, и мы им еще спели частушки. Воспитатели создали на празднике атмосферу душевного тепла, любви и уважения к мамам. Все знают, что мама – это самое главное, что есть у человека. И наши ребята готовят к этому празднику музыкальные подарки. С удовольствием дети всегда выступают перед своими мамами, а мам даже на глазах появляются слезинки. Слезы не утихали, я считаю, аплодисменты не утихали. Звонко, здорово. Для нас самое главное – это детский смех, их неблагодарность, их непонимание того, что мы мамы. День матери в детском саду «Дюймовочка» прошел очень трепетно и нежно. В этот день мамы испытали особое чувство гордости и радости за своих детей. Марина Якубишина, Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Пизанская башня продолжает выпрямляться. За последние 20 лет она выпрямилась на 4 сантиметра, и в дальнейшем этот процесс может продолжиться. Специалисты пытались стабилизировать сооружение, из-за чего угол наклона уникальной башни изменился. Процедура, ради которой пришлось даже приостановить посещение объекта туристами, обошлась итальянскому правительству в 225 миллионов евро. Знаменитое сооружение стоит под наклоном с момента начала строительства в 1173 году. В настоящее время инженеры пытаются понять, можно ли придать этому уникальному сооружению строго вертикальное положение. С 90-х годов в Италии действует специальный научный комитет по мониторингу и изучению башни. Российский дизайнер создает новую реальность неожиданных видео. Владимир Томин из Хабаровска – настоящая звезда в соцсетях. Количество его подписчиков давно перевалило за 50 тысяч. Владимир прославился короткими видеозарисовками, в которых он очень органично объединяет типичные пейзажи среднестатистического российского города с неожиданными элементами компьютерной графики. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова